Словно на дне чаши В Леново родился крепкий малыш. Сына назвали Федором, что по-гречески означает «дар Божий». Как и все деревенские мальчишки, Федя с шести лет стал помощником родителям в крестьянском хозяйстве. Ему иногда лакомой казалось и краюха ржаного черного хлеба. Очень любил Федя своего деда Ивана за мастерство рассказывать легенды и сказки. Дед и обучил внука грамоте. Самой большой мечтой крепостных крестьян в те годы было получить вольную грамоту. Мечтали о ней Блиновы. Дед Иван сказал Феде, у кого руки золотые, талант народного умельца, те могут вырваться на свободу путем содеяния невиданного доселе механизмуса, поделив своих господ и царя. В юности Федор не раз встречался со своим барином, графом Уваровым, который за природную силу и смекалку послал его работать в сельскую кузницу. Тяжелая и однообразная работа в деревенской кузне вскоре стала томить Федора. Он мечтал поучиться у опытных мастеровых людей. А прошедший слух о первых пароходах, которые стали тогда бороздить просторы Волги, взбудоражили любознательного от природы кузнеца. Федору захотелось самому посмотреть, как выглядит паровая машина. Блинов стал наведываться в волосное село и в город грамотным людям, у которых выпрашивал газеты, журналы и книги. Своими силами, своим умом, не кончая каких-либо учебных заведений, будущий великий изобретатель пробивался к знаниям. Увлекшись пароходным делом, Федор стал подрабатывать на Волге в период навигации кочегаром, потом помощника-машиниста, а соседи довесли трудился в барской кузнице, занимаясь починкой сельскохозяйственного инвентаря городских господских бричек, карет, крестьянских подхов и дроги. Наблюдая за тем, как распутницу колеса крестьянских телег вязнут в грязи, у Блинова сердце кровью обливалось, когда на его глазах насмерть забивали упавших в грязь лошадей. «Ну, лошадь-то при чем?» — возмущался Федя. «Есть ли такая дорога?» И однажды Никольского кузнеца осенило. Колеса-то вязнут, потому что узкие. Воз тяжелый давит, узкое колесо порезает землю. Добавить бы по паре широких колес с каждой стороны, груз распределится и на эти колеса. Хорошо и цепью обтянуть их, вроде гати болотной. Тогда не колеса, а цепь, словно гусеница, будет цепляться за грунт и воск легко сдвинется с места. Еще лучше вместо животных паровую тягу применить, как на пароходах. Мысли механика-самоучки были направлены на облегчение крестьянского труда, о чем так мечтал в сказках русский народ. Получив в 1870-е годы долгожданную полную свободу, Блинов снова подался на «Волгу». В то время у него уже была жена и двое сыновей. Работая на пароходе «Геркулес» помощником механика, Федор изучал порвые машины многих типов. Именно на буксире «Геркулес» механик-самоучка загорелся идеей изготовления модели вагона с бесконечным цепообразным рельсом. Вернувшись домой, Блинов с необычайным подъемом начал делать первый в жизни эскиз проекта «Особого вагона». Насетывание жены, что он слишком много времени занимается какой-то пустяковиной на восьми колесах, Федор отвечал, «Хочу, Мотя, построить для нужды крестьянской и в помощь лошади вагон особой конструкции. На этом вагоне будет легче тянуть лошадям грузы всякие, и по любой дороге, даже в проселочной, можно проехать. И не восемь колеса вагона, а четыре. То, что по краям платформы, это не колеса, а направляющие блоки. Они служат для прокрутки и подкладки особых рельсов под колеса. Мой вагон будет сам вести для себя дорогу. По выполненным чертежам, Блинов в конце 1877 года изготовил модель вагона. Дело это обещало будущим большую выгоду, поэтому в помощь Федору подключились купцы, братья Канунниковы. Раздумывая над тем, что его платформа плохо поворачивается, а идет все прямо и прямо, Блинов получил подсказку из самой природы. Наблюдая за двумя гусеницами, которые, прижавшись друг к другу, ползли в траву, Федор накрыл их сухим листом, потом еще одним, и чуть не вскрикнул от изумления. Движущийся двойной листок напомнил ему модель двойной шарнирной платформы, а сама гусеница со множеством ровных и подвижных членов тела – живая цепь из отдельных звеньев. Тут одна гусеница перестала ползти, а вторая продолжала двигаться, отчего лист на ее спине повернулся в сторону остановившейся гусеницы. Изобретатель ликовал. Вот тяна, прямо натуральная схема поворотного устройства моего вагона. Решив подзаработать денег на переделку чертежей и моделей, Блинов принял предложение купца Мешкова поработать механиком на его буксирном пароходе «Герпулес», по которому изобретатель очень скучал. На буксире Федорову представился случай еще раз опробовать свою идею. В разгар навигации на пароходе «Герпулес» лопнул вал, который вращал два ведущих колеса парохода. Вращение валу сообщали две правые машины. Лопнувший вал необходимо было заменить другим, но где взять эту дорогостоящую важную деталь? Ее пришлось бы заказать в Нижнем Новгороде. Авария на буксире произошла у седала Балакова. На заказ и доставку ушло бы много дней, а кто и месяц. И купцу Мешкову грозили баснословные суммы неустоек. Несмотря на объявленный хозяином «Герпулеса» крупную награду, специалисты лишь разводили руками. Выход нашел Федор Блинов. Он сделал неслыханное. Разрезал вал окончательно, разъединил цилиндры машины, отчего она стала гораздо маневреннее. Механик-самоучка не просто починил машину. Он открыл принцип наилучшей управляемости колесными пароходами. Отныне каждое из колес могло работать в автономном режиме, и пароход мог свободно поворачиваться на месте. За свое предложение и быстрое выполнение работы Федор Абрамович получил крупное денежное вознаграждение от купца Мешкова, что придало уверенности в себе. В июле 1877 года, когда Блинову было уже 46 лет, он навсегда покинул пароход, сойдя на берег. К концу года он переделал деревянную платформу своей модели, усовершенствовал ее и решился сам поехать в Петербург хлопотать о привилегии, как тогда называли патент на свое изобретение. После того, как техническое общество Петербурга заслушало Блинова, 14 марта 1878 года из управления железной дороги последовал следующий ответ. «Признав за вашим вагоном достоинство в достижении уменьшения в силе тяги от 6 до 7 раз сравнительно обычным способом передвижения грузов по шоссе, техническая инспекторская часть железнодорожного управления воздерживается, однако, высказать заключение о возможности практического применения снаряда в том виде, как он вами предложен». Отчаяния изобретателя не было предела. Но в дело вмешался приехавший с Блиновым купец Канунников. Его деловитость подсказывала ему, какую прибыль может дать применение Блиновского вагона. Имей связи в Департаменте торговли и мануфактур и деньги на пошли, Канунников на другой же день обратился туда с прошением о выдаче Блинову привилегию на особого устройства вагон с бесконечными рельсами. И 20 сентября 1879 года на имя крестьянина собственника Федора Блинова было выдано долгожданное привилегие, зарегистрированное в своде за номером 64. Выдача привилегии на гусеничный вагон одному лицу без указания соавтора купца Канунникова вызвало недовольство купца, внесшего большие пошлиные деньги. Разгневанный Канунников приехал в Никольское на лошадях и увез со двора Блиновых модель гусеничного вагона, забрав его в залог за долги. Блинов не смог найти к условленному сроку 450 рублей за пошлину и действующая модель Блиновского изобретения прописалась на подворье Канунниковых. Оставшись без средств и бездорогой модели, Блинов отправился искать счастье в уездный город, вспомнив о приглашении вольского заводчика Федорова, хозяина чугунолитейного завода. Федор Абрамович решил ознакомиться с предприятием Федорова и попытаться добиться согласия за счет завода изготовить опытный образец гусеничного вагона в натуральную величину. Хотелось еще раз доказать техническому обществу России надежность и пользу своего изобретения. После отказа Федорова Блинов решил обратиться к влиятельным вольским купцам Плигиным, проявлявшим интерес к культурному развитию города. Остатки их дома и мастерских сейчас можно увидеть на экране. Ответ Филиппа Осича Плигина, старшего купца первой гильдии, был таков. «Тенег не дам и в долг не дам, а вот согласись сослужить главным механиком моих мастерских из честь, без жалований, за один харч три года, все долги твои выплачу и модель вагона выкуплю у канунникова, железо разрешу портить на новые твои выдумки». И Федор Абрамович, не найдя другого выхода, увяз в подписанном договоре, оставшись у Плигиных. Работа у главного механика купцов Плигиных оказалась много. Изнурительный труд в холодных мастерских подрывал здоровье Блиновых. Сколько раз напоминал изобретатель Плигиным о выкупе своей модели и постройке платформы. «Так, купцам все они к спеху! Занялись коммерцией!» В торгарской суете чуть было не сорвалось изготовление образца Блиновского изобретения. Выручил юбилей города Вольска. Готовясь к этому событию, в городской управе вдруг заговорили об изобретении механика Блинова и решили приурочить публичные испытания вагона на бесконечных рельсах к Новому году и святкам – дням празднования общественностью, столетия присвоения Вольску статуса города. Вот тогда-то Плигин старше и взялся выполнить обещанное Блинова, не забывая и о своих интересах. Выкупив модель Блиновского изобретения у Канунникова, Плигин, параллельно со строительством вагона к Новому году, назначил Федора Абрамовича обермастером по строительству парохода. Никакая непогода не принималась в расчет при строительстве вагона. Какая-то необъяснимая энергия била изнутри, перехлёстывала через край, радовала сердце изобретателям. Эти чувства передавались его ученикам и подручным рабочим. Праздничный день. Утром 30 декабря 1880 года на караванной улице Вольска люди с удивлением рассматривали диковинный вагон, движущийся благодаря замкнутой кованой из отдельных звеньев ленте. Торжественно управляющий лошадьми Фёдор Абрамович остановил их напротив дома городского головы. На платформе длиной около 5 метров было уложено 2000 кирпичей, около 6 тонн. Блинов попросил желающих забраться на платформу. 30 человек изъявили желание принять участие в испытании натяговой усилия, какое способна показать пара лошадей с Блиновским вагоном. Без груза достиг 9 тонн. Неслыханное дело! На обычном колёсном ходу пара лошадей тянет не более полутора тонн. Шесть верш тянули вагон свободно, будто он был в 10 раз легче. По тротуару в момент испытания Блиновского вагона шёл человек и восхищённо поприветствовал изобретателя. Честь и хвала крестьянину Фёдору Блинову. Это был корреспондент губернской газеты «Саратовский листок», где 8 января 1881 года появилось его восторженное сообщение об изобретении волжского самородка. Изобретение Блинова, подобного которому на Западе ещё не существовало, очень заинтересовала саратовская общественность. Его описание было включено в книгу «Саратовская летопись», в которой помещались важнейшие события, происходившие в крае. Это была действительно славная победа изобретателя. Но на этом он не останавливался. Необычная платформа, которая в 1880 году появилась в Вольска, была лишь начальным звеном в цепи творческих замыслов Блинова. «Вот теперь», — говорил он, — «можешь ли паровой двигатель на платформу поставить, и тогда мой пароход пойдёт по суше?» Он уже вплотную подошёл к выполнению своей главной задачи — создать гусеничный самоход, или, как его сейчас называют, гусеничный трактор. Ну а купцам Плигиным, задумавшим строить цементный завод, нужны были тогда не самоходы, а специальные баржи, чтобы продавать доходный товар, цемент. Отказавшись строить баржи, Фёдор Абрамович покидает купцов Плигиных и Вольск, переехав с семьёй в 1881 году в соседнее крупное село Балаково. В Балакове крестьяне из одного населённого пункта строили свою улицу, поэтому на улице Никольской изобретатель встретил многих земляков. Крестьяне-старообрядцы помогли семье Блиновых поставить на соседней, Александровской, ныне Пролетарской, деревянный дом, куда на новоселье заглянул именитый балаковский купец-старообрядец Михаил Трофимович Мальцев. Опытный механик оказался весьма выгодным работником для Мальцева. Попав очередной раз в наёмные работники-купцу, Блинов теперь уже знал себе цену и долго задерживаться у Мальцева не собирался. Трудясь целые дни в его кузнице, Фёдор Абрамович лелеял надежду открыть через год другой собственное предприятие, где он мог бы, независимо от заказов купцов, заниматься своим делом постройкой заветного самохода на гусеничном ходу. Он уже решил, что будет выпускать в основном пожарные насосы. Как он полагал, спрос на них в пожароопасном засушливом Поволжье будет немалый. Но в кузнице Мальцева чугунный корпус и бронзовый цилиндр насоса Блинов не мог отлить. Для этого нужно было литейное производство. Лишь после двух лет службы в работниках сбылась мечта Фёдора Абрамовича стать владельцем собственного предприятия. Мальцев старший все еще надеялся, говорит Блинова, остаться. Но вскоре понял, что этого фанатика-изобретателя бесполезно убеждать. Он дал ему кредит, после чего Фёдор Абрамович немежкое нанял артель, каменщиков и узалива Сазанлея. Ныне район техникума был намечен фундамент под кузницу и механический цех будущего чугунолетельного завода, который Блинов сумел открыть в первый же год стройки в 1883 году. С первого предприятия Блиновых, собственно, и началась машиностроительная промышленность Балакова. И хотя до 1887 года Фёдору Абрамовичу не пришлось вплотную заняться постройкой гусеничного тягача, им была проделана огромная, технически сложная работа. Механик-самоучка дерзнул стать не просто заводчиком, а запивалой машиностроительной отрасли Повожья, предвестником тракторизации мира. Середина 80-х была самая напряженная в жизни Блинова. Не так-то просто было организовать производство доходной продукции, пожарных насосов. Один из блиновских насосов находится в Балаковском музее истории города. Отвлекали заказы Мальцева, от которого нельзя было отказаться. Почти всё, что приобрёл Фёдор Абрамович от продажи первой партии пожарных насосов, пришлось отдать акционеру. Но это позволило изобретателю стать полноправным владельцем чугунолитейного завода в селе Балакова. Идея Блинова по созданию гусеничного самохода осуществилась в 1888 году. Именно тогда его трактор впервые прошёл по улицам Балакова. Окружённая машина двинулась по дороге к берегу Волги, оставляя за собой две широкие рубчатые колеи. Это был первый в мире гусеничный трактор. Фёдор Абрамович именно у нас в Балакове и теоретически, и практически осуществил свою первую модель трактора. И Балакова можно считать, собственно говоря, родиной мирового тракторостроения. На Всероссийскую выставку Саратовского сельскохозяйственного общества, которая прошла 6 сентября 1889 года, Блинов своё главное изобретение не повёз. Но талант механика-самородка был отмечен. Его пожарный насос был удостоен серебряной медали. Продолжая работу над изготовлением парового самохода на бесконечных рельсах, Блинов выполнил индивидуальный заказ балаковского купца-старообрядца построенному буксир с усовершенствованной конструкцией, названной в честь хозяина Василий Лобанов. За буксир Фёдор Абрамович получил приличные деньги, что позволило ему финансово поддержать свой завод, который из-за недостатка средств был закрыт на один год. После успешных испытаний трактора на Балаковской земле Фёдор Абрамович в 1896 году решил показать специалистам и широкой публике своё изобретение. Он привёз свой второй образец гусеничного тягача на Всероссийскую Нижегородскую выставку. Публичные испытания с катанием молодёжи и артистов, хотя и не принесли Блинову никакой материальной выгоды, но сделали доброе дело для истории. Благодаря им с его изобретением познакомился и высоко оценил инженер Вагодинский, прибывший на выставку с группой студентов Московского высшего технического училища. Восхищаясь трактором Блинова, он написал в местной газете «Среди испытаний различных станков и изобретений особенно впечатлительной была встреча с Блиновым. Изобретатель получил разрешение на определённой трассе показать свою машину на полном ходу, но он хотел показать, на что способна машина в работе, поэтому прицеплял к русскому пахарю то повозки, то сельскохозяйственное орудие, то платформы с пассажирами. Желающих было много, не утерпел я со своими студентами, катались по нескольку раз. Путь лежал по резко пересечённой местности с множеством препятствий, но самоход каждый раз ловко преодолевал их. Особенно впечатлительное движение гусеницы, напоминающего действия живого и разумного организма. Нас несказанно удивил этот гусеничный ход, о котором мы ничего не встречали в технической литературе. Сам Блинов, человек без малейшего тщеславия, и всё, что он сделал, по его словам, надобно безотлагательно русскому мужику. И за такое важное изобретение Волжский самородок получил лишь похвальный лист, а за пожарный насос – бронзовую медаль. А создатель гусеничного трактора так надеялся, что вот-вот произойдёт долгожданный случай, подойдёт какой-нибудь толстосум и скажет, продай ты нам, механик Блинов, привилегию, будем делать самоходы твоей марки. Но чудо не произошло. Ни в первый, ни в последний день с российской выставки. Никто из промышленников России не протянул руку помощью создателю первого в мире трактора. Вот что писала по этому поводу газета «Волгарь». Вся беда в том, что русские изобретатели русские. У нас нет доверия к собственным творческим силам и способностям. Нет желания поддержать даже бесспорно полезное дело. И не мудрено, если русские изобретения попадают в руки англичан, американцев и французов. Подтверждение этого известен факт о том, что немецкий фабрикант Гильденбрандт, владелец завода сельскохозяйственных орудий, предложил Блинову продать изобретение. И на вопрос Фёдора Абрамовича, какая марка будет на машине, фабрикант ответил, ясно, он же марка, немецкий марк. Не выйдет, отрезал Блинов. Русский мужик твоей марки не поверит. Да я не зря полжизни отдал дитю своему родному, я делал машину для своего народа. Самое обидное из этого всего, что в нашей России никогда не ценились талантливые люди, и до сих пор они не ценятся. Вернувшись с Нижегородской выставки и потеряв всякую надежду на помощь русских промышленников в производстве гусеничных тракторов, Блинов решил открыть сам такой завод Балакова. Так, на склоне лет, механик самородок затеял неслыханное для Балаковцев предприятие. Большие надежды Фёдор Абрамович возлагал на младшего сына Порфирия, получившего инженерное образование в Петербурге. С приездом Порфирии Блинов начал строить опытный образец нефтяного двигателя, надеясь приспособить его в качестве мотора для гусеничного тягача. Долго ломал голову изобретателю над проблемой сжигания такого тяжелого для воспламенения топлива, как нефть. По воспоминаниям близких Блинова, идея собственной модели нефтянки пришла в голову во время богослужения в Балаковской диденоверческой церкви. На происходящем в конце службы молебне изобретатель, глядя на кадила, который помахивал священник, сообразил, что вместо наружного, раскаленного до красна, колоризатора, можно использовать раскаленные угли. Так родился запальник, еще одно изобретение Федора Абрамовича, и был создан новый тип четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, работающего на сырой нефти. В 1899 году было открыто новое предприятие, фабрика нефтяных двигателей и пожарных насосов благословения, владельцем которого стал уже сын Блинова, Порфирий. Соединить в одно гусеничный трактор и новый двигатель внутреннего сгорания Федор Абрамович не успел, помешали болезни, тяжелая утрата, смерть старшего сына Александра. Вскоре после похорон сына Блинова разбил паралич. Временами он уходил в забытье, в бреду воображал, что сидит на тракторе, едет на нем в Петербург, в Академию наук, показать свое чудо-машину. 24 июня 1902 года талантливый механик-самоучка скончался, не дожив месяца до 71 года. Через месяц Порфирий Блинов закрыл механический завод отца и все внимание сосредоточил на серийном изготовлении нефтяных двигателей и пожарных насосов. В 1913 году ухудшился сбыт пожарных насосов и нефтяных. Владелец фабрики Порфирий признал себя банкротом и предприятие перешло в руки кредитора. После смерти Блинова его гусеничный трактор был разобран, а его выдающийся изобретатель забыт настолько, что когда в 1912 году, четверть века спустя, после изобретения механиком-самоучкой самохода с бесконечными рейсами, американская фирма Катерпилархолт выпустила гусеничный трактор с двигателем внутреннего сгорания, стали исчислять родословную гусеничного трактора с этого момента. После революции 1917 года все машиностроительные заводы перешли в ведение Самарского совнаркома. В те трудные годы ученик и единомышленник Блинова Яков Мамин пытался наладить выпуск гусеничного и колесного тракторов в провинциальном Заворском городке, возродив память о талантливом учителе. Но это ему не удалось. Зато Мамин сумел в 1917 году создать в Балакова первый в мире проект и построить опытный образец трехколесного трактора с двухтактным вертикальным дизелем. И после испытаний Блиновского трактора Балаковские дороги стали колесить тракторы Якова Мамина, о которых старожилы рассказывали своим детям. Этот рассказ о тракторе, который вышел из ворот Маминского завода. В это время мой отец учился в министерском училище и была большая перемена. Убежали более ста человек, наверное, вместе с преподавателем услышали такой шум. Вдруг чудовище вышло на улицу и прошло некоторое расстояние, потом выстрел сильный и остановилось. Это чудовище простояло на улице 5-6, а потом три пары лошадей отвезли на завод снова. А потом второй раз прошло это чудовище в общее расстояние. Это был трактор, сделанный Яковом Мамином. Дело в том, что Блинов-то в серию трактор, в общем-то, не получился у него, а у Якова был небольшое мелкосерийное производство, и он сделал несколько тракторов. Вот поэтому, что без Блинова, может быть, у Якова бы ничего не получилось. С 1911 по 1913 годы Мамин разработал целое семейство русских колесных тракторов с нефтяными двигателями. Все эти машины были изготовлены в Балакове на заводе «Русский трактор», наследником которого является ныне действующий завод «Волжский дизель» имени Маминых. Последователь идеи Блинова о тракторизации России Яков Мамин часто вспоминал слова своего учителя. «Не поняли меня купцы, не поняли над чем работаю, но если доживешь, Яша, то увидишь, какую дивную работу в России будут выполнять блиновские самоходы». И пророчество волжского самородка сбылось. Еще при жизни Мамина в 1938 году, будучи тогда Советской Россией, вышла на первое место в мире по выпуску гусеничных тракторов. Гусеничный трактор стал самым распространенным и наиболее современным типом тяговой машины. Отпечатки гусеницы встречаются там, где вязнут колеса, на пашне, на болотистых низинах и прочем бездорожье, по которым изобретенная нашим земляком Федором Блиновым машина, свободно проходит потому, что сама везет для себя дорогу. Благодаря гусеничным тракторам были освоены необозримые просторы целинных и залежных земель. На базе гусеничного двигателя советские конструкторы создали знаменитую марку танка Т-34, сыгравшую немалую роль в разгроме фашистской Германии. Один челябинский тракторный завод «Танкоград» дал фронту 18 тысяч танков и самоходных установок на гусеничном ходу. На стройках в российском Нечерноземье, в городах и селах, всюду мы видим промышленные и сельскохозяйственные тракторы, экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны на гусеничном ходу. Музей Музей И очень обидно, что Федор Абрамович Блинов до сих пор не удостоен звания почетного гражданина. Я не знаю, в столицах, наверное, гордились бы, внеся в список этого человека. У нас этого не произошло до сих пор. Музей инициировал данную ситуацию, вернее, не ситуацию, а введение в список почетных граждан Блакова Федора Абрамовича десять лет тому назад. Посчитали, наверное, его недостойным. Я не знаю, какие еще заслуги нужны, когда это имя стоит под первым номером истории мирового трактора строения. О том, что именно Блинов стал изобретателем первого в мире гусеничного трактора, громко заговорили лишь в начале 50-х годов 20-го века, когда вышла в свет книга Давыдова «Россия. Родина трактора». Тогда же появились первые публикации в Балаковской газете «Социалистический труд». В них говорилось о том, что в Балакове сохранилась могила Блинова и дом, в котором он жил. Однако, никаких мер по увековечиванию памяти великого изобретателя-самоучки не предпринималось. К чести жителей села Никольское в 1953 году они установили у себя бюст Федора Абрамовича Блинова, но долгое время на нем не было таблички с указанием фамилии и дат жизни. На какой-то период надпись в углублении постамента появилась, но ныне исчезла вновь. Так что многие селяне, особенно молодежь, не то, что ничего не знают о жизни своего великого земляка, но даже и не предполагают, кому на их земле поставлен памятник. Да, пожалуй, один человек только из живших на Балаковской земле, кстати, корнем не Балаковский, все уже поняли, Анатолий Александрович Деревянченко, сделал все возможное для того, чтобы люди хотя бы знали сейчас, кто такой Федор Абрамович Блинов. Благодаря активности краеведа Анатолия Деревянченко в конце сентября 1983 года в год столетия со времени основания в Балаково первого машиностроительного предприятия и накануне Дня машиностроителя на доме, где жил Блинов, была установлена мемориальная доска. Также Деревянченко совместно с вольским краеведом Чулковым написал книгу о Блинове «Волжский самородок», которая вышла в 1990 году.